Пожарная безопасность У меня в гостях начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району Сергей Дежкин. Сергей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер, Екатерина, добрый вечер, уважаемые телезрители. Прежде чем начнем наш разговор, все-таки 5 месяцев года уже прошли. Скажите, как у нас дела в муниципалитете, благоприятна ли обстановка с пожарами, цифры, статистики какие? По состоянию на 27 мая текущего года на территории Ленинского городского округа произошло 196 пожаров. За аналогичный период прошлого года произошло 221 пожар, то есть мы наблюдаем снижение на 11%. Однако погибших людей в этом году произошло увеличение. Погибло 3 человека в этом году на пожарах, 2 человека при пожарах погибло в прошлом году. Также произошло увеличение количества пострадавших людей на пожарах от опасных факторов пожара. В этом году травмировано 8 человек, в прошлом году травмирован 1 человек. У вас подготовка к летнему периоду наверняка еще зимой начинается. Какие усилия государственный пожарный надзор предпринимает, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации? Ну, вы знаете, подготовка к реагированию на чрезвычайные ситуации в летний период, да, действительно начинается заблаговременно. Нами еще в феврале совместно с администрацией Ленинского городского округа были определены ряд населенных пунктов и садовых товариществ, граничных с лесными массивами, которые подвержены угрозе пожаров в случае горения леса и распространения пожара на населенные пункты. Определены населенные пункты, такие как город Видное, поселок Мещерина, деревня Большое Саврасово, деревня Григорчиково, деревня Жабкино, рабочий поселок Новодрожжино, поселок Леспаркхозо и деревня Суханово. И такие садовые товарищества некоммерческие – это «Солнышко», «Нектар», «Спаские выселки» и «СНТ-урожай». Также в марте текущего года проведено расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям обеспечения пожарной безопасности Ленинского городского округа, на которое выработано ряд управленческих решений для обеспечения пожарной безопасности в летний период. Ответственным должностным лицам даны поручения по реализации полномочий, предусмотренных федеральным законодательством по обеспечению пожарной безопасности, которые направлены на снижение рисков возникновения пожаров в летний пожароопасный период и недопущение лесных пожаров на территории Ленинского городского округа. С наступлением жарких летних дней какие вы выделяете основные риски для людей? Вы знаете, в МЧС выделяются основные риски в летний период – это увеличение количества пожаров в садовых некоммерческих товариществах и в сельских населенных пунктах, где у нас по статистике увеличивается количество проживающих в летний период. Вероятность возникновения пожара увеличивается, так как люди начинают в летний период убирать свои садовые участки, где-то производят опил деревьев и так далее. Ремонтные работы начинают сжигать мусор, поэтому увеличивается риск возникновения пожаров. В том числе люди выходят на те мероприятия, проводимые где-то по жарке шашлыка, по отдыху. Поэтому именно в населенных пунктах и в садовых некоммерческих товариществах увеличивается возникновение пожаров в летний период. Также риск увеличения количества пожаров связан с тем, что дети у нас уходят на каникулы, и все-таки они в некоторой части бывают предоставлены сами себе, особенно в тех семьях, где нет возможности присмотра бабушек и дедушек, родителей на работе. Поэтому существует риск увеличения пожаров, связанный с детской шалостью, с огнем. Еще один из рисков – это риски, связанные с происшествием на водных объектах. Так как летом, мы понимаем, люди выходят отдыхать на водные объекты, кто-то пользуется водным транспортом, тоже возникает риск возникновения чрезвычайной ситуации. Мы сегодня подробнее поговорим о каждом из этих вариантов. В ряде регионов уже начались крупные пожары, огонь распространяется на жилища людей. В нашем муниципалитете какие меры нужно принять, чтобы минимизировать риски? Действительно, на территории Российской Федерации происходят пожары, ландшафты, так называемые природные пожары, которые несут за собой большие материальные потери, уничтожаются жилье людей. Тем самым, конечно, это и моральные, и материальные огромнейшие потери. Самая основная мера недопущения пожаров – это не допустить пало сухой травы. И, согласно норме, действовать, то есть не допускать нарушения требований правил противопожарного режима Российской Федерации. Напоминаю, что в 2015 году на территории Республики Хакасия произошел ряд природных пожаров, в результате которых погибло более 30 человек, и огнем было уничтожено более 2000 жилых строений. Это большие колоссальные потери, материальные, моральные, как я уже сказал. Конечно, в большинстве этих случаев виной люди. Вина в возникновении пожара – это человеческий фактор, который нельзя полностью исключить ни в одной из ситуаций. В целях пресечения подобных ситуаций мы на постоянной основе проводим рейды совместно с администрацией Ленинского городского округа, с полицией, с сотрудниками социальной защиты. Проводим рейды по обходу тех мест, где люди, возможно, используют открытый огонь для приготовления пищи, то есть массовые места. Также проводим постоянно по дворовые обходы, по квартирные обходы, на квартирных жилых домах, чтобы постоянно нам вести ту полномерную работу по недопущению пожаров. Чтобы исключить большие пожары, чтобы исключить большие материальные потери, распространяем памятки, листовки. Также активно мы используем наш телеканал «Видное ТВ», постоянно, периодически прокручиваются ролики по пожарной безопасности. Используем интернет-платформу, такие, ну, WhatsApp, Instagram. В активном пользовании у нас также мы распространяем информацию по соблюдению требований пожарной безопасности и допущению пожаров. То есть вся наша работа в большинстве своем направлена на профилактику пожарной безопасности. В настоящее время органами местного самоуправления проводятся мероприятия по опашке населенных пунктов, которые, я уже сказал, подверженных угрозе лесных пожаров. Порядка 83 километров всего на территории Ленинского городского округа необходимо опахать, то есть создать нерализованную полосу, чтобы не допустить перехода огня на жилые строения. Какие сроки этих работ по опашке? Ну, в администрации Ленинского городского округа заключен муниципальный контракт. Если я не ошибаюсь, где-то до середины июня месяца должна быть произведена полная опашка всех населенных пунктов. Ну и, соответственно, осенью также будет проводиться опашка, потому что мы прекрасно понимаем, что сейчас у нас трава уже зеленая, на данный момент, период времени, основная трава зеленая. Но если будет долго засушливое лето, где-то к середине июля месяца, а то, может быть, и раньше, у нас уже может быть и трава зеленая высохнуть, поэтому она будет уже сухой травой. Здесь очень важно производить своевременный окос травы, в том числе и осенью у нас для того, чтобы не допустить в ранние, если весна бывает раннее, то есть опашка осенью проводится для того, чтобы к весне мы были готовы уже, чтобы не перешел пожар, огонь от горения сухой травы, растительности на населенные пункты, строение домов жилых и так далее. Знаю, что с 1 мая действует особый противопожарный режим, под запретом разведения в парках и лесах, разведения любого огня, даже шашлыки на мангале оказались под запретом. Вы, я знаю, что проводите рейды в парковых зонах по этому поводу. Мы как раз снимали один такой рейд. Давайте посмотрим вместе и обсудим более детально. Длинные майские выходные и теплая погода – казалось бы, идеальное сочетание для отдыха на природе. Но с 1 мая в Подмосковье объявлен противопожарный режим, а значит, в силу вступили особые правила разведения огня в лесных массивах. Теперь жарить шашлыки можно только в отдалении от деревьев – 50 метров от лиственных и 100 метров от хвойных. Именно сейчас в условиях особого противопожарного режима все-таки у нас начинаются жаркие теплые дни. Мы должны прекрасно понимать, что увеличивается возможность возникновения пожаров. Поэтому разведение костров на данный период времени в лесах запрещено. Приготовление шашлыков – то же самое. Проверить соблюдение этих мер вышли сотрудники МЧС, лесной охраны и полиции округа. У участников рейда нет цели выписать штраф. В первую очередь они спешат предупредить жителей о действующих на этот период правилах как для отдыхающих на природе, так и для дачников. Остатки растений надо сжигать. Нет, запрещено. Складываем контейнеры и в соответствии с договором вывозится все. Даже в мангале в лесу разводить костер нельзя. Как оказалось, знакомы с этими правилами не все. В парковой зоне у Купеленки и в лесу на Ольховой любителей мяса с дымком немало. Всего во время рейда было обнаружено 7 нарушений правил пожарной безопасности. Жители предупредили об административной ответственности за разведение огня в лесах и призвали отдыхать правильно в специально отведенных для этого зонах. Должны быть какие-то прогалины от населенного пункта, расстояние не менее 100 метров. Вообще площадки должны отделены быть в мангал. Если это мангал, то отделены быть миоризованной полосой, то есть штык лопаты, грубо говоря. Под кровью деревьев ни в коем случае нельзя. Площадки специально оборудованы, других вариантов нет. Пока единственной оборудованной площадкой на этой территории является беседка на Ольховой улице. За разведение открытого огня в других частях леса придется заплатить штраф до 4 тысяч рублей. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Тавлятова. Видно этого. Сергей Владимирович, как теперь отдыхать правильно, чтобы это принесло радость, а не штрафы? Екатерина, да, вы все верно сказали. С 1 мая введен особый противопожарный режим постановления губернатора Московской области. А с 19 мая введен особый противопожарный режим на территории Ленинского городского округа, главой администрации Ленинского городского округа. Поэтому, в связи с тем, что правила пожарной безопасности, правила противопожарного режима, они говорят о том, что в условиях особого противопожарного режима разведение открытого огня запрещено. То есть, на открытых площадках, на территориях приусадебных участков, особенно в лесах, в общем, везде на территориях в период особого противопожарного режима разведение открытого источника огня, еще раз говорю, оно запрещено. И считаю необходимым напомнить нашим гражданам о той административной ответственности, которая грозит. Дело в том, что в условиях особого противопожарного режима административная ответственность увеличивается в два раза, в двойном размере получается. Значит, и санкция статьи 20.4, часть 2, гласит о том, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на физических лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, а на юридических лиц от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Поэтому это большой штраф, но дело в том, что, конечно, штраф большой, мы должны понимать, что на каждом лежит большая ответственность, и не быть самоуверенными для того, чтобы не допустить какого-то небольшого костра, в том числе и для приготовления пищи, который потом не перешел в какой-то либо большой пожар, не уничтожил большое количество, возможно, и зеленых насаждений, деревьев, лесных пожаров, и в том числе, чтобы это не перешло на строение граждан. Потому что в ряде населенных пунктов, у нас в ряде садовых товариществ, большая плотная застройка, соответственно, пожар может перейти, как говорят, из одной искорки, потом перейти в какой-то наибольший пожар, и сгорают дом на том участке, где возник пожар, сгорают потом дома, строения, хозпостройки и так далее на соседних участках, что, как я уже неоднократно говорил, несет очень большие материальные потери. Иногда и смерть людей. Поэтому ни в коем случае не допускать нарушения требований пожарной безопасности необходимо. Вы сказали, что и администрация муниципалитета еще ввела какие-то ограничения. В чем они заключаются? Ну, вы знаете, они дублируют практически постановление губернатора Московской области, но подтверждают тем, что на территории именно Ленинского городского округа введен особый противопожарный режим. Срок уже окончания этого режима есть или это... Нет. В зависимости от складывающей обстановки с пожарами, в зависимости от погонных условий, которые будут создаваться, происходить в летний период, возможно, будет снят особый противопожарный режим, если не будет угрозы распространения пожаров в случае их возникновения, я имею в виду лесных пожаров, травяных пожаров, как я уже говорил. Поэтому он может быть снят при снижении пожароопасной обстановки. Я напомню нашим телезрителям, что вы можете задавать любые вопросы нашему гостю. Первые вопросы уже поступили. Вот Елена Макарова спрашивает, задает вопрос по поводу приусадебных участков. Там тоже разведение костров под запретом? Как людям избавляться от травы, от листьев, веток, что обычно люди зажигают? Честно, нельзя? Вы знаете, мы уже неоднократно информировали граждан, да, в условиях особого противопожарного режима, еще раз говорю, повторяю, разведение открытых источников огня запрещено. То есть и сжигание мусора, и приготовление пищи, шашлыков запрещено в условиях особого противопожарного режима. Поэтому мусор, где-то если порубочные остатки, отходы, другие отходы, необходимо утилизировать в бытовой мусор. Для этого в садовых товариществах также, насколько мне известно, заказывают председатели садовых товариществ дополнительные контейнеры для вывоза твердых бытовых отходов, какого-то иного мусора. На самом деле мы должны понимать, что экологическая обстановка не так уж благоприятно складывается, я имею в виду, если все сжигать. Все это происходит в загрязнении воздуха, поэтому у нас и садоводы Московской области все полностью направляют свои действия на уничтожение мусора путем утилизации бытовых отходов. Потому что перегнивает кто-то, создает компостные ямы у себя на участках, у себя приокашивает траву, создает компостные ямы, которые потом используют для сельскохозяйственных работ, для земледелия. – Я знаю, что у владельцев сельхоз земли, любой площади, как у физических лиц, так и у больших юридических лиц, у них есть определенные обязанности в связи с назначением земли. В чем она заключается? – Правообладатели земельных участков, независимо от форм собственности, организации, физические лица, в соответствии с пунктом 67 и 186 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства за номером 1479 от 16 сентября 2020 года, должны, обязаны, именно обязаны производить своевременную уборку мусора и сухой растительности, и окост травы. – Здесь тоже какие-то штрафы, санкции предусмотрены, если человек это не делает? Потому что как не проедешь, честно говоря, везде куча сухой травы. – Как я уже сказал ранее, в условиях особо противопожарного режима были ранее озвучены штрафные санкции, они применяются как к физическим лицам, так и к юридическим лицам. Поэтому мы тоже забираем информацию, и те лица, которые не выполняют условия правил противопожарного режима, привлекаем к административной ответственности. – Говоря об основных видах опасности в летний период, вы назвали много свободного времени у детей, они будут предоставлены сами себе, будут проводить его на улице. Как уберечь наших детей от огня? – Знаете, это тоже полномерная работа, которая должна проводиться заблаговременно, что мы и делаем. Мы постоянно в период обучения детей в школах проводим занятия, проводим тренировочные эвакуации, беседы, распространяем наглядную агитацию, памятки, то есть детям по соблюдению требований пожарной безопасности. Конечно же, необходимо, особенно малолетних, детей не оставлять без присмотра родителям, потому что случаи бывают разные. Дети, бывает, находят спички, зажигалки, и, проявляя интерес к огню, они могут своей шалостью спровоцировать пожар. Соответственно, в результате пожара могут стать большие материальные потери, в том числе человеческой жизни. Поэтому мы вовлекаем в обеспечение пожарной безопасности со школьной скамьи. Проводим постоянно также межведомственные рейды по многодетным, малоимущим семьям, тоже детишкам объясняем требования по недопущению шалости с огнем. В администрации Ленинского городского округа продолжается программа по оборудованию автономными дымовыми пожарными извещателями многодетных неблагополучных семей. Эта работа продолжается, это очень эффективная работа, потому как автономный дымовой пожарный извещатель на ранней стадии срабатывает, издает очень громкий сигнал при небольшом количестве дыма. В ночное время люди быстро просыпаются, и у них есть возможность действительно спастись в случае возникновения пожара, выйти своевременно на улицу и сохранить свою жизнь. Поэтому эта работа ведется. Также у нас, всем известно, я думаю, с 1 июня начинается лагерная кампания, детские оздоровительные лагеря начинают свою работу. В них также мы будем проводить постоянно, постоянные основы, беседы, будем привлекать наши пожарные подразделения, будем выезжать в детские оздоровительные лагеря для того, чтобы детям объяснять, как себя вести, то, что нельзя играть с огнем, они полностью детям запрещены. Также будем конкурсы, викторины проводить на противопожарную тематику. Мы приглашаем также в период детской летней оздоровительной кампании детей в наши пожарные части. Это пожарная часть в поселке Развилка, пожарная часть в селе Молоково, и пожарная часть у нас в городе Видное на проспекте Ленинского комсомола, дом 1. Там мы детишкам покажем пожарную технику, пожарное оборудование, пожарное обмудирование, боевую одежду пожарных, как вообще пожарная машина работает, как действует. Тем самым мы будем популяризировать профессию пожарного, чтобы привлекать в наши ряды молодое поколение для профилактики и борьбы с пожарами. Вы работаете как со взрослым населением, так и с детьми. Как Вы считаете, почему важно именно в детском возрасте прививать культуру детям правильного обращения с огнем? Да, Екатерина, мы работаем совершенно верно и на постоянной основе, как и со взрослым населением, и с детьми. Все мы прекрасно понимаем, что закладывается культура безопасности детей, лучше всего ее заложить с раннего возраста. Мы начинаем эту работу на самом деле даже еще с дошкольных, с детских садов, показываем определенные ролики мультипликационные на нашу тематику по соблюдению требований пожарной безопасности, по недопущению детской шелосты с огнем и так далее. Потому что то, что мы сейчас заложим в подрастающее детское поколение, они пронесут на протяжении всей своей жизни, тем самым сохранят как свои жизни, жизни своих детей. И вы знаете, зачастую бывает такое, что дети быстрее ориентируются в связи с этим, то, что проводится очень большое количество профилактической работы по соблюдению требований пожарной безопасности, по реагированию действиями в случае возникновения пожара. Дети довольно-таки быстро и иногда даже быстрее взрослых понимают, что делать, куда двигаться, куда звонить, номера пожарной охраны знают прекрасно. Поэтому они уже в своем возрасте, в раннем, могут спасти жизни как своих родителей, так и бабушек и дедушек. Поэтому мы эту работу ведем и будем вести, продолжать еще наращивать и наращивать. А то сказать, что у ребят есть замечательная возможность попасть к вам в пожарное депо. Как это можно сделать? Как это происходит? В интернете, там везде на интернет-сайтах есть телефоны, в принципе, конечно, желательно. Либо можно написать письмо нам, принести наручно, либо по электронной почте направить, либо позвонить по телефону 8 495 541 37 00 и договориться о проведении мероприятия. Конечно, желательно нам проводить мероприятие с более, чтобы детей было, ну, хотя бы человек 10-15, как минимум. Для того, чтобы, во-первых, мы и эпидемиологическую обстановку можем соблюсти в таких условиях, потому что мы проведем это мероприятие, показ техники и так далее, на улице в летний период. Это допустимо, это все хорошо, и не будет большого сосредоточения людей, детей. Поэтому им будет интересно, поэтому вот такое количество людей, вернее, детей, чтобы их было хотя бы, ну, говорю, 10-15-20 человек. То есть, чем больше мы покажем, большому количеству детей покажем, тем больше будет соблюдение требований пожарной безопасности, тем меньше будет пожаров на территории как Российской Федерации, так и Ленинского городского округа. Буквально на прошлой неделе прошел еще областной конкурс дружины юных пожарных. Мы снимали про это материал. Давайте посмотрим, как это обстоит в игровой форме. Лучшие из лучших, те, кто отлично показали себя на муниципальных и пятизональных соревнованиях детско-юношевского движения дружины юных пожарных, съехались на финальное областное состязание в Бутовскую школу номер один, что в деревне Боброво. Конкурс в рамках фестиваля «Таланты и поклонники» – областной этап одного из этапов фестиваля. Команды уже знакомые, одни и те же попадают именно в областной этап. Подготовка на уровне мы по России и на федеральном округе занимаем призовые места. Такие соревнования проводятся в Московской области с 2010 года. На этот раз пять лучших подмосковных дружин юных пожарных из городских округов Королёв, Чехов, Павловский-Пасад, Дмитров и Одинцовского района приехали побороться за первое место. Вы участники пожарно-прикладного вида спорта, несете в себе лучшие традиции МЧС России. И с поддержкой МЧС России уверен, что вы не только сегодня покажете свое мастерство, но и последуете самым лучшим традициям ваших руководителей. Вы являетесь носителями очень важных знаний, важной информации. Вы знаете, как действовать при пожаре, а самое главное, вы знаете, как его не допустить. Сегодня в этом конкурсе я каждой команде желаю, конечно же, победы. Юные пожарные участвовали в смотре строя и песни и завязывали на время четыре варианта пожарных узлов. В среднее время, говорит, 3,5-4 секунды, ну вяжут и быстрее за 2 секунды, ну там 2,5 где-то так вот, можно завязать узел. Ребятам также предстояло продемонстрировать, как быстро они смогут облачиться в боевую одежду. К выполнению упражнения приступить. Аня Орлова из Королёва, которая уже пятый год участвует в подобных соревнованиях, своим результатом осталась недовольна. Хочу переделать еще. Какой результат, сколько сказали? 25 секунд. 25 секунд. А ты хочешь сколько? Я хочу меньше. Ребята приняли участие в пожарной эстафете. Команда предстояла на время надеть боевую одежду, преодолеть на пути препятствия, размотать пожарные рукава и подготовить их к тушению пожара. Не обошлось без небольших происшествий. Я поспешил, короче, и, получается, телом туда перекинулся, а лицо осталось, и стенка, короче, ударилась, челюсть. Затем участников уже в стенах школы ждали творческие состязания, конкурсы агитбригад, представлений команд и стен газет по пожарной тематике. Победители областного этапа вскоре поедут защищать честь Подмосковья на соревнованиях Центрального региона и всей России. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Ну что ж, это отличный кадровый резерв. Наверняка среди этих ребят есть ваши будущие коллеги, будущие пожарные. Вернемся к нашему разговору. Вначале вы говорили, что есть о безопасности на водных объектах. Лето – это сезон отпусков, то есть люди, естественно, стремятся к водоемам, к рекам, к озерам. У нас вообще где-то на территории можно купаться? Да, сейчас наступает сезон отпусков, теплая погода устанавливается на территории, и, конечно же, люди пытаются поближе к воде, чтобы позагорать, искупаться и так далее. Значит, хочу пояснить, что в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах в летний период 2021 года главой Ленинского городского округа принято постановление о запрете купания и порядке использования маломерных судов на водных объектах Ленинского городского округа Московской области в летний период 2021 года. В связи с тем, что водоемы, расположенные на территории Ленинского городского округа, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, поэтому купание на водоемах именно Ленинского городского округа запрещено. Однако и на территории Ленинского городского округа создано данным постановлением пять мест отдыха. Это у деревни Дальние прудищи, деревни Булатниково, деревня Богданихо, деревня Мамонова и деревня Спасские выселки, где будут расположены удобные места для того, чтобы люди могли позагорать. В том числе, я так понимаю, есть зоны отдыха, именно кафе. Поэтому вот такая ситуация именно с водоемами, увы, но на территории Ленинского городского округа хороших водоемов для купания нет. То есть этим летом только загораем, но не купаемся? У нас да. Но вы знаете, просто на самом деле люди будут выезжать, я уверен, на море, в другие какие-то населенные пункты, где есть водоемы, на которых можно купаться. Поэтому хочется сказать, предупредить о соблюдении тоже тех элементарных требований, которые позволят вам сохранить здоровье. Это самое главное, что у людей есть. Это значит, ну, в обязательном порядке, как при купании, так и при загорании, нужно избегать перегрева, то есть избегать солнечного удара, как на суше, так и на воде, как я сказал. Также при охлаждении в воде могут возникнуть судороги. Поэтому в этой ситуации необходимо сделать глубокий вдох, вертикально в воду погрузиться и постараться взять кончики больших пальцев ног и оттянуть их. И необходимо помнить о том, что работа мышцами ног уменьшает время судорог и ускоряет, то есть когда судороги проходят. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и в том числе рассчитывать необходимо, конечно, свои силы. Ни в коем случае нельзя заходить в нетрезвом состоянии в воду, не купаться, не заходить, нельзя нырять в незнакомых местах, также устраивать игры на воде где-то с захватом и так далее. То есть бывают травмы очень серьезные получают, где человек может в обморок, да, как бы, и, соответственно, потерять свое нахождение на воде. Также, кто будет особенно отдыхать на море, необходимо помнить о том, что нельзя заплывать, где ходят суда, вот именно вот судоходный ход нельзя заплывать и вплавать вблизи судов, в том числе и маломерных судов. Поэтому необходимо в обязательном порядке, конечно, оберегать себя, свое здоровье и в обязательном порядке смотреть за детьми, не оставлять детей без присмотра. Тоже очень много бывает случаев, когда детей оставляют без присмотра, и дети заходят в воду и тонут. И родители даже не понимают, где и в каком месте их искать, потому что они не уследили за этим. Поэтому обязательный контроль, контроль, еще раз контроль, особенно за маленькими детьми. Также, дело в том, что у нас в 2020 году в прошедшем более 70 детей было, так сказать, потеряшками, которые терялись в лесах. 8 человек, 8 детей уже в этом году спасено. Детей именно в лесах. Поэтому тоже хочу... Это, понимаете, тоже один из рисков, который несет человеческие жертвы. Поэтому родителям в обязательном порядке необходимо следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра, без внимания. Понимать, куда ребенок пошел. Постоянно, чтобы у ребенка был в лесу заряженный мобильный телефон, чтобы у него были номера вызова пожарной охраны, спасательных служб, номера 112, когда там ответят и всегда придут на помощь. В обязательном порядке. Дело в том, что даже при включенном мобильном телефоне, если сеть не берет, все равно через операторов связи можно установить местонахождение этого человека, ребенка, неважно. Поэтому это вот те, вот кратко я вам говорю, определенные меры, которые необходимо соблюдать для сохранения жизни, своей жизни, жизни детей, людей и вообще всего человечества. Еще лучше, наверное, просто не отпускать ребенка одного. Однозначно. Одних детей вообще нельзя ни в коем случае отпускать. Что в море, на водоемы, что в леса, в том числе, то же самое. Поэтому нет, нет, нет. Люди взрослые, они и то считают иногда, они неоднократно были в этом лесу, а потом на пятый, седьмой, десятый раз, неважно, начинают заблуждаться в тех же местах, где они собирали грибы. Такие случаи бывают. Сергей Владимирович, в заключении нашей беседы напомните, пожалуйста, аудитории, основной порядок действий при обнаружении пожара. Ну, все должны уже знать, я считаю, что при обнаружении пожара необходимо в первую очередь сообщить о пожаре в пожарную охрану, назвать адрес объекта, что горит, чтобы пожарные подразделения уже в пути исследования готовились к тому, что они будут тушить. В обязательном порядке представиться, кто вы, ну именно фамилия, имя, отчество, заявителя. Вот, принять меры. Иногда люди переоценивают свои возможности и не звонят сразу. То есть, все-таки лучше позвонить и вызвать. Однозначно. Да? Однозначно. В обязательном порядке сразу же необходимо вызывать пожарные подразделения. Ну, естественно, параллельно, если человеку нужно эвакуироваться, конечно, ну, сейчас у нас более развито стало, есть мобильная связь, то есть человек должен принять все меры к эвакуации, свои эвакуации, эвакуации своих родных, близких, особенно если стариков и так далее. Вот. И параллельно стараться, ну, в обязательном порядке, точнее, вызывать пожарные подразделения для того, чтобы пожарные подразделения приехали и оказали помощь. В случае, если, даже если пожар незначительный, все равно в обязательном порядке вызывать. Лучше пусть пожарные подразделения приедут к тому моменту, когда заявитель уже потушит пожар самостоятельно. И тогда будет уверенность в сохранении жизни, здоровья людей, в сохранении имущества. И поэтому вызываем в обязательном порядке, принимаем меры к эвакуации. Если очаг незначительный, то также необходимо принять меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. Ну что ж, правила простые, общеизвестные. Главное, не пренебрегать и все-таки их соблюдать. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо, что пришли. Спасибо. Я напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях был начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району Сергей Дежкин. Я желаю нашим телезрителям веселых и, самое главное, безопасных летних дней. Спасибо за внимание. До новых встреч. Спасибо. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин